Они отличаются только наклейкой. И если в ней стоит радиостанция, но может стоять СГУ. Все остальное это гражданские машины. Простой и уже списанный «Жигуленок» сегодня сослужит необычную службу. Впереди гоночный рейд по Ледовому кольцу. Для Николая Сухоносова, начальника службы тыла из Белого Яра, это тоже дебют. Какой-то опыт приходится перенимать даже у молодых коллег. Несмотря на то, что за плечами 30-летний стаж вождения и реальные погони, за преступниками по долгу службы. Лед – это мастерство определенное, чувство машины. Просто так не расскажешь, надо показывать. Так что иногда молодежь тоже доброму учит. Ташибинское кольцо сегодня собрало больше 20 сотрудников полиции. Практически все подразделения – здесь и автоинспекторы, бойцы ОМОНа, СОБРа, тыловики. Соревнования вмиг превратили коллег в непримиримых соперников. Ведь цель для каждого – преодолеть ледовую трассу быстрей товарища. Дорога не сильно скорость, нормально. Главное, сильно не газовать, если нормально. Здесь, как в настоящем автоспорте, заезды по квалификации. Передний и задний привод отдельно – один из лучших показателей у Николая Сухоносова. Около двух минут. Ну а этому участнику лед не простил ошибку. И время потерял, и машину теперь чинит. Впрочем, была бы практика, ведь на высоких скоростях по льду полицейским Хакасии приходится ездить крайне редко. В качестве призов будут скромные подарки, призы. Будем награждать за первое, второе, третье место. Ну и просто за участие. Главный критерий у нас – это не допустить автомобиль в занос. Такие вот гонки на льду среди полицейских Хакасии проходят впервые. Но, как признают и участники, и организаторы, хорошо бы это сделать настоящей традицией. Более того, уже идут разговоры о том, чтобы устроить соревнования против настоящих профессионалов. Но для того, чтобы нам увидеть, как, например, сотрудник автоинспекции убегает от рядового водителя без погон, руководству МВД следует позаботиться о более подготовленных спортивных автомобилях. Константин Кравцов, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.